Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем цикл бесед по книге притчей Соломоновых для библейского портала экзегет.ру. И сегодня мы читаем 16 главу, и читаем, напоминаю, два текста. Это перевод с греческого, септуагинты, который сделан профессором Юнгеровым, и это синодальный перевод, который сделан с мусорецкого, то есть еврейского текста. Значимые различия мы отмечаем и оговариваем. Итак, человеку принадлежит предположение сердца, но от Господа ответ языка. Все дела смиренного открыты перед Богом, и Господь укрепляет души. Придай Господу дела твои, и утвердятся помышления твои. Все соделал Господь ради себя, нечестивые же погибнут в день бедствия. Вот интересные уже эти четыре стиха, они, особенно первые и четвертые, довольно сложные. Ну, в каком смысле сложные? То есть на слух, и даже иногда и с первого прочтения сразу оказывается непонятно, о чем идет речь. Человеку принадлежит предположение сердца, но от Господа ответ языка. Предположение сердца, то есть некоторая внутренняя работа, некоторая внутренняя свобода сердечная, присутствует в жизни человека, и она действительно самим человеком продуцируется, да, сам человек ее порождает. Но от Господа ответ языка. Идет ли здесь речь о том, что человек рассуждает внутренне, но в итоге его ответ все равно от Господа? Нет, здесь речь идет о том, что сама способность выражать свои внутренние мысли, поступать, она дана от Господа. То есть здесь вот эти несколько стихов, они показывают некую синергию такую, да, соработничество Бога и человека. Человек внутренне предполагает, но что у него получится, что он в итоге сделает, зависит также и от Бога, не только от него, не только от человека. Все дела смиренного открыты перед Богом, и Господь укрепляет души. Второй стих отличается в переводе Юнгерова от того, что мы видим в синодальном тексте. Здесь говорится так, все пути человека чисты в его глазах, но Господь взвешивает души. А здесь все дела смиренного открыты перед Богом, и Господь укрепляет души. Несколько, то есть очевидно, что речь идет не просто об акцентах, а это разные тексты. И в синодальном переводе, на мой взгляд, интереснее мысль. Все пути человека чисты в глазах его, но Господь взвешивает души. Человеку действительно свойственно оправдывать свои поступки. Редко какой человек, совершая какой-то поступок, сразу осознает и понимает при этом, что он совершает плохой поступок, что он явно грешит. Значительно чаще человек поступает, думая, что поступает правильно. И даже если совесть его как-то обличает, он находит оправдательные пути для того, чтобы чувствовать себя правым. Далее. «Предай Господу дела твои, и утвердятся помышления твои». И этот стих тоже несколько отличается. «Предай Господу дела твои, и предприятия твои совершатся». Здесь утвердятся помышления, а здесь предприятия твои совершатся. То есть одно дело, если ты предаешь свои пути, свои дела Господу, и от этого утверждаешься в том, что ты прав, твои помышления утверждаются. Другое дело, если предавать, то, что ты предаешь Богу, совершается само по себе. Дело совершается. Не просто твое внутреннее ощущение твоей правоты, а совершается само дело. Здесь тоже синодальный текст интереснее. «Предприятия твои совершатся». Вот как говорит святитель Иоанн Златоуст, «сделай дело Божие, и Бог сделает твое». «Отдай свои дела в руки Господу». «Делай то, что ты должен делать, и Господь все остальное устроит». Четвертый стих может даже смутить несколько и показаться очень жестким. «Все соделал Господь ради себя, нечестивые же погибнут в день бедствия». Что значит «все соделал Господь ради себя»? То есть «все Господь сотворил по своему замыслу, но нечестивые погибнут в день бедствия». Синодальный текст говорит иначе. «Даже нечестивого соблюдает на день бедствия». То есть Бог всех все соделал. Но здесь мне кажется, что перевод Юнгерова, вернее, передает мысль, потому что здесь может возникнуть ощущение по синодальному тексту, что Бог соделал нечестивого нечестивым. А это, конечно же, не так. Бог всех соделал одинаково праведными людьми. Когда человек рождается, у него есть все возможности жить праведной жизнью. В каком смысле? То есть жизнью, ну, по крайней мере, в своих некоторых рамках, в том обществе, в котором он рождается. Даже еще до или помимо даже самого крещения, он выбирает добро или зло в любом сообществе, в языческом, в христианском, в атеистическом. Человек рождается, и он выбирает, добро или зло. Он не сразу становится нечестивым. Другое дело, что с православной точки зрения человек рождается с некоторой болезнью греховной внутренней, которая должна быть в таинстве крещения исправлена. Но в любом случае неверно думать, что Бог сотворяет нечестивого нечестивым, и потом как будто бы соблюдает его специально для отмщения на день бедствия. Скорее, здесь прав греческий текст Юнгеров, который с него переводил. Все Господь садил ради себя. Что значит ради себя? То есть ради своего замысла. Есть его замысел, и Господь есть любовь, который, как говорит преподобный Андамаскин, создает все для того, чтобы все существовало, для того, чтобы все пребывало в его любви и блаженствовало. И вот Господь создает все для себя, но есть нечестивые, есть люди, которые сознательно, сами, своей волей выходят за границы его замысла, не желают жить вот его замыслом, и они погибнут в день бедствия. Нечист перед Богом всякий надменный сердцем, а ручающийся незаконно не останется без наказания. Начало доброго пути творить правду – это угоднее перед Богом, чем приносить жертвы. Шестой стих тоже отличается. «Милосердием и правдой очищается грех, и страх Господень отводит от зла». Вот опять та же мысль, которую мы встречали в предыдущей главе. «Милосердием и правдой очищается грех». То есть человек, который творит милость, человек, который стремится к правде, он очищает грех. Почему? Потому что грех – это не просто некоторая юридическая категория, не просто некоторая вина наша перед Богом. Грех – это та неправда, та рана, которая есть в нашей душе. И человек, который сам творит милость, он внутренними своими ресурсами эту рану исцеляет. Так устроил Бог, что мы своими грехами рану можем создавать и стремлением к праведности рану можем, наоборот, излечивать. Другое дело, что существуют тяжелые грехи, что существуют грехи, в которых необходимо участие священника, участие церкви, необходимо таинство покаяния. Далее. «Ищущий Господа найдет знание с правдой. Истинно ищущие Его найдут мир. Седьмой стих несколько отличается тоже. Когда Господу угодны пути человека, Он и врагов его примеряет с ним». Этот стих, конечно же, интереснее в переводе синодальном, потому что действительно, когда Господу угодны пути человека, то есть когда человек живет по правде, то Бог, эта мысль тоже похожая, она тоже была в 15 главе, то Бог тогда приводит к миру людей, которые с ним враждуют. Человек, который живет по правде, не может быть источником распри. Для Соломона это очень важно. И поэтому человек, который живет по правде, и который боится, что сообщество вокруг него будет его ненавидеть, что люди, которые вокруг него живут, будут считать его плохим, что они будут отвергать его будут и прочее. Конечно же, это некоторый страх такой неоправданный, страх неправедный, ненастоящий, потому что человек, который живет праведно, он живет в присутствии Божьем, и он доверяет Богу. И Бог вот за эту его праведность, он примеряет людей, которые живут вокруг него, примеряют с ним. Ну и, соответственно, конечно, друг с другом. «Все дела Господни истинны, а нечестивы и соблюдется на день бедствия». Это вот та мысль, которую мы уже обсуждали, она здесь несколько позже проговорена, и этот стих отличается, то есть они поменены местами в этих главах, в этой главе. Далее. «Вдохновенное слово в устах царя, на суде не должны погрешать уста его». «Вдохновенное слово». Сегодня слово «вдохновение» мы понимаем как, ну, некоторое возвышенное, патетическое такое, да, но здесь, конечно, речь может идти о том, что царь должен жить вдохновением Духа, вдохновением воли Божией, вдохновением благодати. Почему? Потому что он на суде должен являть образ Божий. Бог в Ветхом Завете и потом в Новом Завете, это одна из самых важных его характеристик, праведный судья. Бог судит по правде. И вот царь, который судит, да, он, уста его не должны прегрешать, поэтому слово его, оно вдохновенно. «Правильный наклон весов, правда у Господа, дела же его, верные весы. Мерзость для царя, делающей злое, а правдой утверждается престол власти». Вот как раз эта же мысль. Честность царя и утверждение престола власти. Это, кстати, мысль даже, можно сказать, общечеловеческая. В совершенно разных религиях, в разных культурах царь, который изменяет правде Божией, царь, который изменяет праведности, который изменяет праведному суду, он теряет легитимность свою, он просто теряет основание своей власти. Далее. «Приятны царю уста правдивые, а слова истинные любит Господь. Гнев царя — вестник смерти, но мудрый муж умилостивит его. Свет жизни — сын царя, а близкие ему, как позднее облако. Усиленное приобретение мудрости гораздо лучше золота, а усиленное приобретение разума превосходнее серебра». Ну, здесь, вот в этих стихах, мы видим такой библейский параллелизм, да, то есть повторяются смыслы, но в несколько разных, несколько разных контекстах. «Пути жизни уклоняются от зла, а долгота жизни — пути правды. Принимающий наставление будет в добре, хранящий обличение сделается мудрым. Кто стережет пути свои, тот сохраняет свою душу, а любящий свою душу будет беречь уста свои». Вот кто стережет пути свои? То есть это тот, кто живет внимательным отношением к своим поступкам, стеречь свои пути. Вот человек, который стережет, он все время на стороже. Человек, который, допустим, работает сторожем, да, он не должен спать, он должен внимательно следить за всем, что происходит. Вот то же самое здесь. Кто стережет пути свои? Тот, кому не все равно, как он живет. Он живет не так, как сложилось. Ну вот сегодня я так поступил, завтра по-другому поступлю. Так сегодня пришло на ум. Не знаю, почему я так поступил. Просто взял и сделал. Так мне сегодня захотелось. Не почему-то. Нет никаких оснований поступков. А здесь совсем другой подход. Вот человек, который стремится к тому, чтобы сохранить свою душу, он стережет пути свои. И любящий свою жизнь, бережет свои уста. То есть человек, который хочет жить, думает о том, что говорит и делает. Гибели предшествует гордость, а падению — злоумышленность. Опять же, да, вот человек, который не следит за своими, за праведностью своих поступков, он совершает грехи, то есть происходит падение, но падение происходит из-за злоумышленности. То есть речь идет о том, что из сердца исходят эти самые падения. Лучше кроткий со смирением, нежели разделяющий добычу с гордыми. Ну вот это постоянная мысль Соломона о том, что лучше быть бедным и праведным, чем богатым и неправедным. Разумный в делах найдет благо, а надеющийся на Бога — самый блаженный человек. Конечно же, Соломон говорит вот эти слова о том, что лучше быть праведником, бедным, чем богатым, но грешником. Не просто так, потому что тут лучше и все. А это лучше, потому что человек, который живет правдой, живет в мире с Богом, живет в Божьем присутствии. Надеющийся на Бога — самый блаженный человек. Казалось бы, человек, который неправдой зарабатывает себе деньги, человек, который неправдой становится богатым, идет по пути неправдой, он должен быть счастливым. Но для Соломона счастливый — это тот, кто надеется на Бога. «Мудрых и разумных называют злыми, а приятных на словах с удовольствием будут слушать». Что значит «мудрых и разумных называют злыми»? Нет, они не являются злыми, как можно было бы сказать. Называют злыми, потому что мудрые и разумные, с точки зрения Соломона, это люди, которые говорят правду. Это люди, которые живут по правде сами, и они принципиальную позицию занимают. А приятных на словах будут с удовольствием слушать. То есть человек, который льстит, человек, который не исправляет твою жизнь, человек, который не подсказывает тебе что-то, а только хвалит тебя за все, такого человека приятно слушать. Но такой человек может привести тебя в погибель. Разум для имеющих его источник жизни, «Наставление же неразумных – зло». Действительно, иногда и неразумные могут наставлять. Иногда и неразумные могут сказать тебе, как им кажется, тебе стоит поступить и должен жить. Но только надо помнить, что наставление неразумных – зло, то есть оно ведет в погибель. «Сердце мудрого уразумеет исходящее из собственных уст его, ибо в устах он носит мудрость». То есть мудрый человек отвечает за свои слова, уразумеет исходящее из собственных уст его. Мудрый понимает, что именно он говорит. Мудрый говорит то, что должен говорить. Он контролирует свою речь, контролирует свой язык. «Добрые слова – сотовый мед, сладости – врачество для души». Это к тому, что необходимо говорить друг другу добрые слова, быть благовестником, а не зловестником, стремиться замечать в людях и вокруг себя доброе, а не злое. «Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их смотрит на дно ада. Трудящийся человек трудится для себя и избавляется от своей погибели, а человек коварный в своих устах носит погибель». Действительно, вот это важная идея для Соломона, и он тоже многократно ее проговаривает. «Человек, который живет праведной жизнью, идет к спасению. Человек, который живет грешной жизнью, ему может казаться, что он идет к спасению. Ему могут казаться его пути прямыми, но он должен оценивать не просто некоторую внешность, что ему кажется, каковы его пути. Он должен задумываться о подлинном содержании своих путей, насколько эти пути коварны, насколько они ведут его в погибель. Это то, что называется рассудительностью, то, к чему призывают святые отцы. Ориентироваться не на собственные ощущения, собственной праведности или грешности, ориентироваться на такой разумный, рассудительный подход. «Человек неразумный копает в себе зло, а на устах своих собирает огонь. Человек коварный распространяет зло, возжигает для злых обманчивый светильник и разлучает друзей». Вот удивительно, светильник в Писании – это образ благой вести. Помните, Христос говорит, что не ставит светильник под спудом, но на подсвечнике. То есть светильник – источник света, это источник Божьей мудрости. Но здесь Соломон употребляет такое выражение, что человек коварный возжигает для злых обманчивый светильник. То есть злой человек может формировать даже некоторое свое подобие нравственности, подобие некоторого мировоззрения правильного. Но это обманчивый светильник. Нельзя всему, что говорят тебе, доверять. Необходимо задумываться и самому по совести оценивать, какую именно правду, правду ли тебе возвещают. «Беззаконный человек прельщает друзей и отводит их на недобрые пути. Устремив глаза свои, он придумывает коварство, закусывая губы свои, определяет все злое. Он – печь злобы». Да, очень такая мысль страшная, и образ такой предстает страшный. Человек коварный. Вот для Соломона это очевидно, что есть люди, которые действительно коварны, что есть люди, которые действительно стремятся к злу. В советские годы в этической науке распространялась такая мысль о том, что человек, который живет некоторой естественной жизнью, он всегда стремится к добру. Он может ошибаться, но так или иначе намерения его всегда благие. И вот для Соломона совершенно иначе это выглядит. Человек коварный, он стремится к злому, придумывает коварство и закусывает губы, определяя все злое. То есть есть некоторый источник, источник злобы, источник неправды в самом человеке. Источник этот створил не Бог, конечно же, источник этот создается самим человеком. Венец хвалы старость, обретается же она на путях правды. Ну это как раз потому она обретается на путях правды, что грешник умирает раньше для Соломона, а праведник наследует жизнь. Долготерпеливый муж лучше сильного, разумный муж лучше искусного земледельца, а удерживающий гнев лучше завоевывающего город. Соломон представляет нам разного рода добродетельных, славных, сильных мужей. Да, например, он сильный, искусный земледелец или завоеватель. Но он говорит, но все эти люди, если бы они были правильные, они были бы еще лучше, значительно лучше. Долготерпеливый лучше сильного, разумный лучше искусного земледельца, а удерживающий гнев лучше того, кто завоевывает город. Вот удивительно, ведь завоевать город очень трудно, даже небольшой какой-нибудь город. Нужна осада, нужен приступ. Но для Соломона, удерживающий собственный гнев, то есть контролирующий собственное сердце, собственные эмоции, он лучше, то есть сильнее, могущественнее, чем тот, кто завоевывает город. За пазуху к нечестивым все входит, но от Господа все честное. Есть нечестивые, которые все, что им попадает, что прячут за пазуху, то есть приобретение их неразборчивое. Они готовы воровать, готовы брать то, что плохо лежит, но честное, то есть то, что человек честным трудом зарабатывает, то от Господа. И вот действительно, сегодня мир, он так приучает человека к тому, что нужно обогащаться, что нужно делать свою жизнь полнее, свою жизнь делать разнообразнее. Главная полнота нашей жизни, полнота смысла, полнота духовная, она от Господа. И только человек, который приобретает все вместе с Богом, приобретает честно, приобретает истинную полноту своей души. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok